Сюда мы закладывали дрова, у нас идет отопление паровое, отсюда достаем сажу. Растопить печь дровами – единственный способ в этом доме, чтобы согреться зимой. В 21 веке в селе Первореченском до сих пор в строю вот такие буржуйки. Улица Степная, на которой живут больше 20 человек, в основном пенсионеры и многодетные семьи, здесь единственная, где нет газа. Две машины дров у нас уходило, ну то есть это 1016-18, вот так. Ну то есть еще приходилось же самим и колоть их, ну то есть это материально очень затратно. Не менее затратно приготовить обед или ужин. Для этого селяне вынуждены покупать газ в баллонах. К тому же, чтобы заправить их голубым топливом, приходится ездить в соседнюю станицу. Готовка, конечно, дольше идет. То есть нету такого пламени, то есть это совсем другой газ. Уже этой зимой жители улицы Степной рассчитывают обойтись без дедовской буржуйки и неудобных баллонов. Газопровод им обещают провести до конца следующей недели. Морозы без дров и угля этой зимой встретит и Екатерина Архиповна Брежнева из станицы Кавказской. 88-летняя пенсионерка внимательно следит за тем, как ее дом подключают к газовой сети и едва сдерживает эмоции. Этого события она ждала не одно десятилетие. Не могу рассказать, какая радость, что я дожила. Спасибо вам всем большое. Чтобы газифицировать как можно больше домов, в этом году из краевой казны выделили 240 миллионов рублей. Эти деньги было решено распределить между 38 районами. Но, как ни странно, некоторые муниципалитеты от реализации этих проектов отказались. Список на столе у губернатора. В нем и крупные города, и небольшие поселения. Например, поселок Ахтырский в Абинском районе. Там местные власти просто не успели выполнить корректировку проекта. Деньги были распределены еще в январе. Сейчас сентябрь. И ряд муниципальных образований отказываются от газификации этого проекта. Ну, коллеги, как это можно готовиться, ждать? И всегда мне главы заверяют, у нас все готово, проект готов. Дайте только деньги, дали. Ну, какая тут уже нужна корректировка проектной документации. Ну, включите Абинский район. Проект был, значит, но мы когда шли уже, попали на корректировку проекта, уперли железную дорогу, она нам дала новые корректировки. И были новые выданы технические условия. Вы сделаете корректировку в головах своих подчиненных, это самое будет правильное, потому что железная дорога не корректировалась, она там была. Кадровый вопрос уже решен. Людям же наши кадровые перестановки тоже не настолько важны. Им не важно кто, лишь бы результат давал. С начала этого года построено больше 60 километров сетей газоснабжения. В планах эта цифра должна увеличиться до 112 километров. Однако, вместе с уровнем газификации края растет и сумма долга за голубое топливо. Сегодня она составляет больше 6 миллиардов рублей. Два из них на совести самих кубанцев. Но куда больше задолжали теплоснабжающие организации. Около 3 миллиардов рублей. В числе лидеров Славинский, Ейский, Староминский, Тихорецкий и Динской районы. В некоторых сумма долга даже больше, чем в прошлом году. И это при том, что новые возможности газификации региона постоянно лоббируются на федеральном уровне. Хотелось бы напомнить главам о том, что в этот отопительный сезон вы не войдете с паспортом готовности, если ваша задолженность превышает прошлогоднюю. Войдете только с другим заместителем, как минимум одной главой тогда. Понятно, люди из-за того, что вы беспечные, не могут зимой замерзать. Люди замерзать не будут. Но руководство района, у них точно будет другое. Или, по крайней мере, зам, который курирует эти вопросы. Потому что сегодня нужны менеджеры. Они чиновники, которые сидят в своих креслах и ни о чем не думают. А люди ни в коем случае не пострадают. Поэтому, Андрей Анатольевич, тепло все равно, оно, конечно, будет. И газ тоже будет в районе. Но уже с другими, по-настоящему управленцами. К решению этой проблемы необходимо подключать правоохранителей, считает Вениамин Кондратьев. В течение двух недель глава региона поручил подготовить все материалы по должникам, чтобы передать их в прокуратуру.